МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Дота-2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Дота на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. Dota SLTV Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему StarLadder TV, только теперь уже в эфире Каспер и Версута. И мы начинаем смотреть вторую Best L3 серию на сегодня. Это матч между командами Monomaniac, они же TeamCost, и Virtus.pro. 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 Где твоя футболка Virtus.pro вообще? Ну, такое. Отобрали, скажи, на входе. Ее как бы так просто достать нельзя, ты же понимаешь. Да, ну и собственно вот турнирная таблица вам говорит о том, что победитель этой пары отправляется играть против RocksKiss за путевку в Сиэтл. Проигравший этой пары отправляется в дисбант, скажем так. Останется за бортом. Да, ну и скорее всего... Ну ладно, посмотрим. Вот они, Monomaniac, Solonade Mother, Eskills, Fregalette, Steph Style и Virtus.pro, более известные вам, зрители, NS, God, Smile, Jotm и Illidan. Ну, сказать можно про Monomaniac, то, что эти шведские дотеры, буквально вот я их на квалификациях ESL-а комментировал, достаточно много игр видел, и там вот они себя как раз-таки проявили, именно на этих квалификациях. Видимо, что у них всего-навсего 14 матчей сыграно, да, там побед из них 10, Луза 4, самые такие часто пикаемые Шадо Шаман, Кентавер, Батрайдер, Энча и Думбрингер. Ребята сделали очень такой плотненький рывок по тимплею, скилу и так далее за относительно маленький период времени. Да, но вот еще хочу добавить, что перед началом квалификации многие топовые игроки, которые часто катают кавешечки, они ставили именно на Monomaniacs. Видимо, они часто с ними сталкивались, и, видимо, Monomaniacs их... Да-да, то самое. Вот то самое. Ну, в действительности это так, и в действительности для многих то, что TeamCostGaming или Monomaniacs сейчас находятся на стадии плей-офф, не было неожиданностью. Но для рядового зрителя, естественно, ребятки выглядят весьма свежо, и посмотрим, что они нам новое привнесут в игру. Вот они пошли, Пикабаны, Кентавер, Инвокер. То есть у них уже есть шикарнейшие два героя, которые просто взаимодействуют друг с другом. Кентавер, покупая даггер, я видел эту комбу не один раз, прыгает, дает дикий прокаст, а Инвокер должен быть через экзорты, сверху накрывает это дело санстрайком. Это как такое блюдо какое-то получается. Да, ну вот обжаренное. Стом, Double H, сверху немного санстрайка, и просто, ну... Ну вот еще, действительно, тут не хватало Shadow Demon, для того, чтобы реализовывать эту комбину еще до того, как у Кентавра появится даггер, и, возможно, не только с Кентавром. И Shadow Demon, Жотум, который находится на пике у команды Virtus.pro, весьма разумно забанил. Молодец, да, это герой, который шикарно взаимодействует. То есть я бы ввел в доту такое понятие, как взаимодействие между героями. Ну, все есть тогда. Да, вот пока, например, у Virtus.pro, в принципе, тоже, да, тренд, там, если хорошо цапнет, там, определенное количество героев, то Disruptors накрывает все это дело своим прокастом, и там тоже, мама, не горюй. Ну, это только что играли, скажи мне кто, ребята, кажется, из Mouse Sports, у них был тоже Trend Protector и Disruptor. Ну, там, на Disruptor, я каждый раз, когда вижу Disruptor, вспоминаю игры Dread, и думаю, боже, как он. Не, ну, у меня Disruptor почему-то ассоциируется именно с НС, потому что Ярослав очень сильно любит этого героя. У него там как раз эсетик воркшопе на Disruptor вроде где-то валялся, и, в принципе, герой этот неплохой. Вот, нам показывают НС, 18 матчей целых сыграно, ну, и 50% венрей. То есть нормальный герой, средний герой, который можно катать. Да, и третий пик сейчас для Virtus.pro. Будут ли они завершать это комбо-вомбирование каким-нибудь Dark Seer, например? Ну, тут я даже не знаю, что у них выходов, на самом деле, достаточно много, начиная от какого-то терпильного набора героев, потому что есть Trend, который будет Ливенорморами хилить, и на High Ground Disruptor зайти тоже не самое приятное. Ну, и можно взять всяких там виверочков, всяких, вот, Брюмастера того же взять, и идти на противника, давить его. Использовать тот же Ливенормор в качестве возможности там танковать под товарами. У Team Cost, которых я привык, во всяком случае, ММС называть, мономаньяки, вот, у них мне пик больше нравится, вот, честно скажу. Ну, у них пока видно то, чем они будут драться уже, несмотря на то, что в Virtus.pro действительно есть неплохой тимфайт, но вот этот пик Дума, который, если вдруг придумает купить себе даггер и прыгать на Брюмастера, он вообще полностью вырубит всю задумку ВП. Вот, он как раз-таки, я думаю, именно для этого и брался. То есть, есть такой персонаж, как Брюмастер, и если его вдруг, ну, получается цепануть и заткнуть до его ультимейта, он вообще ничего не делает. Да, и плюс Дум сам по себе практически вычеркнул того же Дарксира, например, из пика. То есть, конечно, если был и Брюмастер, и Дарксир, можно было бы кинуть Дум только на одного товарища, это ясный, красный. Но, тем не менее, я думаю, приоритет всегда был бы на ДС, а ДС вообще бесполезен, абсолютно. В одном из, в одной из игр, я как раз-таки комментировал, когда вот эти квалификации европейские, там был Дарксир, к которому на хайграунд тупо не могли зайти. Я говорю, ребята, ну давайте, повесьте Дум просто на него, и дело в шляпе. Победа. И вот, с моих слов, сразу, с следующего файта, вот он Гирокоптер, забанили Рубика, Шаттл Шаман. Ну вот, ММС не собираются отсиживаться на базе, у них будет агрессивная игра, я уже могу примерный план действий на ближайшее время. Это Кентавр получает на 9-10 минуте, ну на 12 максимум, получает свой даггер, начинает бегать по карте, инвокер кидается с анстрайками, Энчантрас там с Шадоу Шаманом, получив, там, Шадоу Шаман, получив 6-й левел, будут постоянно, вот нам показывают статистику. А статистика офигительная! 80% инрита. То есть они взяли то, чем играют, то, чем побеждают, я бы даже так сказал. Ну и вновь же Шадоу Шаман очень хорошо подходит под самого инвокера, мы видим, что и вдвоем у них винрейт там почти 53%, все те же санстрайки, санстрайки и еще раз санстрайки. Будут давить, и какие-то миказмы от Думбрингера, Энча там что-то себе купит, Шадоу Шаман подымет 6-й левел, Форж Спириты от инвокера, плюс санстрайки, когда будет бегать Ганг и Кентавер, и все это смотришь, и Разор у Виртус Про! Разорище, позорище, по-моему, будет в этой игре. Я ненавижу Разора, как героя, которого берут в качестве керри. Я его никогда не признавал и никогда, наверное, не признаю. И когда Разора берут, не видя там, ну, допустим, против ОД, да? Да, помню, что он контрил его, типа. Мне говорили, а, Версу-то, помнишь, ты говорил, что, мол, Разор плохой герой? Да, он плохой, но только на керри. Как раз его сейчас именно на керри взяли в Виртус Про. Опять же, контрить здесь некого. Вот именно, тут нет конкретного героя, у которого, если ты высосешь демедж, он будет, типа, бесполезен, потому что в основном тут ребята кастуют, 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 кастуют. Ты пока там будешь как раз-таки вот вытаскивать тот демедж из противника, как раз использовать этот урон ты не успеешь. Тебя убьют быстрее гораздо, чем ты его будешь там как-то реализовывать. Очень высока вероятность. Ну и посмотрим, что у нас получится. Год будет у нас стоять в миде на Бремастере уже, как мы видим. Да, Жотом Тренд Протектор. Иллидан Разор НС на своем любимом Дизрапторе. И Смайлевич на Нейчерс Профити. Она тут почему-то ЦМК показывает, не знаю зачем, но да ладно. А вот Инвокер тоже непонятно зачем. Инвокер у нас за другую команду. В любом случае, команда Мономаньяки. Вот он, Шадоу Шаман у них, 71% винрейта. Неплохо. Ну и давайте разберемся, кто на ком. Солен Кентавр. Айп Мазер на Думе. Стэфф Стайл Энчантрес. И Скиллс на Инвокер. Они так себе подряд у меня пробегают по экрану. И Фригалет у нас играет на Шадоу Шаман. Я когда его произношу, я кушать сразу хочу. Я не знаю, почему у меня ассоциируется слово Фригалет с едой, но это действительно так. Да, видишь, я не один такой человек. Нас походу не зря посмотришь. А походу у всех. Я у кого не спрашивал, все говорят, почему-то я сразу с едой ассоциирую. Это никнейм. Не знаю, может какие-то там фрикадельки, что-то типа того. Вероятно, вероятно. То есть, если ты хочешь кушать, моно-маньяк лучше не комментировать. Да. Такое, испытание на прочность. Так, смотрю на этого Дума, у которого открытый шлем. Фу, как можно вообще этот шлем открытый использовать? Ладно, все. Я хочу, что этот шмотодрочер опять начинает. Ну, пока мы видим, что вроде лайны более-менее дефолтные. Не хотят ребята из какой-либо команды идти против вражеской триплы. Всех устраивает спокойная дота на начальном этапе. Курьер там пошел тапочек выкладывать. Курьер с тапочком, чтобы было удобнее Nature's Profit блочить крипочков. Известная также для всех практика. Ну и пошли. Пошли у нас крипы. Год блочит. Инвокер тоже блочит. Вот инвокер у нас пропускает одного крипочка. Вперед год у нас пропускает ринжового крипочка. Пропустить ринжового крипочка круче, чем пропустить милишного крипочка. А это значит, что по идее... Так, или нет? Да-да, тут переагра. Переагра у нас сейчас крипов. И выход в мид. Выход в мидл. Будет ли глимпс? Глимпс. Ловят здесь и скиллза. Клэпчик у нас... Пожалуйста, повесьте мне один клэпчик. Ну вот, хотели наверняка убить этого инвокера. Обратите внимание, насколько осторожно все нажималось. Вот, чтобы вообще без единого косяка год этот клэп держал до тех пор, пока он инвокера вот за патлы держать не будет. Да-да, то есть... Самое главное тут не ошибаться. Потому что, на самом деле, достаточно часто, казалось бы, ФБ уже вот стопроцентная. Она у тебя уходит из рук, и на другой части карты твой уже тиммейт отдает ФБ, и игра посыпалась. Лучше без ошибочек. То есть, команды понимают. Так, ну а у нас тут Смайл против Эйп Мазер стоит на сложной линии. И пока ситуация идет следующим образом. Количество крепочков у них там плюс-минус одинаковое. Дум пытается воевать с пеньками. Пеньки против него пока не особо хорошо воют. А вот он может на них и подкушиваться даже периодически. Ну, у Дума... Мы-то прекрасно знаем, что у него целых ноль брони на первом уровне. 4% сокращения физдэмеджа. Значит, любая тычка по нему, она может иметь вес. Он, конечно, купил щиток. Но все же... Начиная с фейзов, Фурион уже будет нормально прессинговать этого Думбрингера. Да, если Фура захочет... Вот он сейчас может сразу чуть ли когти си не покупать по очереди. Ой-ой-ой, посмотри, Дум тут еще подошел. Еще и Сорбов Веном-то. Смайлуха как по нему наваливает. Как же больно здесь Думу. Да, и разница между Думом и Фурионом в том, что Фура в любой момент может прийти загангать. Тут вопрос в том, насколько это будет результативно, но он может. Да, если вдруг действительно слишком уж сильно понадобится, то why not? И появляется у нас руна. Руна на топе. Это руна Инвиза. Жотом пытается высиживать эту руну. Не знаю, зачем он это делает. Нет, не знаю я, зачем он это делает. Вот он все забирает наконец-то и выбирает направление атаки в миддль за инвокером. Который класс экзортерский, значит убегать ему нечем. Инвизика нема. Смотри, смотри, у нас на нижней линии туда Смайла пытаются убить и, кажется, даже убьют. Да, догорает там Смайл. Спокойный килл. Фуруч. Вот он вроде с тапком взял он его для того, чтобы стоять на харде, так скажем, в более сейвовой позиции, но в итоге все равно. Там линия была слишком сильно запушена. Заходит у нас тут за Искилзом. Очень нагло. Пытается он хоть как-то отбиваться. Ну, понятное дело, что он здесь никак не уйдет и дерется до последнего и умирает. Так. Ну что ж, инвокер уже у нас дважды в миде погибал. Это, конечно, огромный плюс для года. Что там у нас по уровням тогда получается? Год неплохо по левелу вырывается вперед. И год не ленивый брюмастер. Он качает пивчанский. Ну да, тут пивчанское, но дело хорошее. Я бы еще сказал о том, что вот нет ТП сейвов. Нет ни одного ТП сейва от Мономаньяк. Но, в принципе, оно и понятно. Им нечем сейвить. И этим пользуются ребятки из Virtus.pro. Да, в теории там может прилететь только Shadow Shaman, у которого есть сетка и молния. Молниями особо не прогонишь, ребят. Был бы Хекс и сетка, другое дело. Он бы там прилетел, там курицы хватает, все нормально. Но с такими раскладами ему бы еще там тоже наваляли. Да, тут нужен такой герой, который может прийти, либо похилить, либо там, не знаю, какой-то дазл, который Грейв повесит, либо Абаддон, который похилит, либо хотя бы там хоть что-то. Ну, то есть что-то на живучесть тому герою, которого бьют. Потому что ты поймаешь одного в лассо, там еще двое наваливают. Вот именно. Тут не хватает пока что уровня тому же Shadow Shaman. Ну, либо же, если бы там был квас-векс-инвокер, он бы там, конечно, откинулся. Скажут нам азиатские инвокеры, они смотрят и говорят, ха, нищеброд, качается через экзорт. А убегать ты как будешь с мида? Частично они правы. Но в лицо в ответочку им и скилс может сказать, типа, ребят, а вы чем помогаете своей команде, кроме того, что стоите и крипов бьете? Да, да. Вот мы видим, инвокер сейчас выкручивается, использует лес, играя за радиант. Это очень приятно. Тем более, еще и нейтралы такие прям хорошие попались. Он легко с ними расправляется, практически вообще не потратив ни хп, ни маны. Так, ну а на нижней линии у нас вроде бы баланс сил восстановился. Doom теперь стоит на изи-лейне, как на изи-лейне. Смайл, наконец, вспомнил, что он жесткий, но не настолько, да, жесткий, чтобы на харде так быковать и держится очень осторожно. Ну и, естественно, вот он видит, благодаря рыбке своей, то, что там происходит. Тут еще пеньки у нас забегают, да, разведки очень много у Фуриона. Еще и Шадоу Шаман, посмотри, какой... Бежит пенек докладывать. Да, да, да. Так, а куда у нас делся инвокер? А, инвокер у нас продолжает. Лиса подфармливать, он хочет пятый уровень, судя по всему. Да, вот пятый левел у него появляется, и... Что там у него? Да, второй классик. Да, второй экзортик. Поймали у нас тут Смайла. Сеточка одна, сеточка вторая. И вот он, Санстрайк. Санстрайк, кстати, очень слабый пока что, и Смайл даже, возможно, отсюда идет. Да, у него остается там 50-49 хп. А вот за фригалетом выезжает Гуат, Клайп, Тэйчку, Крита, срабатывает, повезло, Гуату оформляет килл. Не, ну у него там вроде пассивка была включена, но в смысле, что он не бил никого в ближайшие 10 секунд. Вот, вроде как, я не обратил на это внимания. Но, тем не менее, да, все хорошо получилось у Года, и это минус Shadow Shaman, который и без того третий уровень. Еще и Года немного подфидели. То есть у Года уже три фрага у Года. Но вот Факер говорил о том, что Год какой-то вообще лютый стал на этих отборочных. И, возможно, мы сейчас с тобой станем свидетелями данного деяния. Да, у Года уже появляется Даггер. Шестая минута, премастер с Даггером. Да, серьезно. Очень крутая такая заявочка. И тут у нас стоит Steff Style. Находит он дабл дэмэдж. Сейчас мы опять критулечкой, критулечкой. Да, 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 да. Хочет, хочет подойти, дать критулечку. Ну, говорит, тебе и критулечку, тогда я выпишу. Убегает у нас Сатир Душекрат. Такс, и тут у нас Дизраптор. Подходит, ставит агрессивный вард на сложную Кентавру. Такая очень приятная штука. Такс, а что там у Кентавра? Кентавра на топе начинает гнать. Заблочили. Пройти не может. Дамага уже нормально вытянули. По идее, должны добивать. Вот он из замедления свитч Сида. Иллидан. Ну, тренд-туда остается фраг. Иллидан где-то здесь. Ну, собственно, Иллидан нормально там, смотри, насосировал. У него там 160 урона с руки. Можно и вышечку неплохо за счет этого побить. Да, так и есть. Начинает он метелить этот Тауэр. Стоит вот Энчантрос с дабл дэмэджем. ДД заканчивается. Тоже по ботом-лайну будет пуш, правда, на топе Тауэра не потеряет гораздо раньше. Да, так что главный вопрос для нас сейчас, это будут ли Виртус Про улетать на нижнюю линию для того, чтобы дейфить вышку. Вообще, штука полезная, я слышал, если ты не отдаешь Тауэра противнику, а сам вражеские Тауэра забираешь, то у тебя есть неплохие шансы вообще на победу. Но, мономаньяки тоже не так просты. Они увидели, что год исчез. Знают, что у него есть даггер. И знают, что бремастер может залететь. Бремастер вообще просто негодует. Ты посмотри, у него нетворс 4 тысячи. Какой у тебя там ГПМ? 505 ГПМа на восьмой минуте. Нападает на Солена, на топе. Пытается забрать кентавра. Не получается. Фригалет решил подойти, дать молнии и просто-напросто отдается вместо кентавра, хотя это-то, конечно, было явно лишним. Первое правило паба, как всегда, работает. Но мы продолжаем. Ну, такое, да. Не, ну, бывает ситуация, когда действительно отдать саппорт нам на лучшее. Возвращая Думбрингера снизу. Попыточка его взять. Бремастер прыгает к лэп. Вот он, фастдаггер себя показывает с лучшей стороны, но пока Думбрингер имеет много хп. Да, пока что слишком жирный Дум. Ну, тоньше он становиться не будет. Но бить было просто нечем. Дальше контролить было нечем. Еще Козу, видимо, испугались. Смайл у нас уходит тем временем на товарища кентавров. А что там у него? Фейзы. Ну, неплохо. Пока средненького 900 голды есть. Сейчас вот такими темпами Медосянский оформит, а там уже игра пойдет по накатанной. Видим, что Санстрайк уже плотненько будет дамажить. 287 урона. Но у кентавра до сих пор нет даггера. Вот уже девятая минута близится. Игруля складывается не по тому таймингу, который предполагали мономаньяки. Угу. Разор вытягивает, вытягивает дэмэдж. Но здесь, конечно, в соло он убить не сможет. Просто хотя бы прогнать кентавра. Кентавр-то с двумя урона вряд ли сможет что-то добить сейчас на линии. А вот Разор чувствует себя немного увереннее со своими фейзами и заготовочкой на метку. Но пока вот смотришь, у него фейзы 800 хп и немножечко не нравится мне в любом случае этот Разор. Посмотрим, как игра будет дальше складываться. Пока вот ММС пытаются как-то взять этого Разора. Четвертого левела НЧА, Shadow Shaman тоже четвертый. Вот по сути... Сложно на самом деле взять того Разора без шестого левела у кентавра. Это практически невозможно. Даггера нету у товарища Shadow Shaman. Так что инициировать просто нечем. Банально нечем влетать в драку. Хотя Иллидан подходит, Иллидан агрессирует. И Иллидана находят, судя по всему. Да, сразу же сеточка. Санстрайк, Ливен Армор. Иллидан пытается выжить. Отличный рутык. Солен отваливается. Брюмастер сюда подтягивается. Сразу начинает фокусить Shadow Shaman. Это минус. И погоня... Да, недооценили они плотность и собранность команды Virtus.pro. Ну, а Virtus.pro отдельная оценочка 5 за скорость реакции вообще на происходящее событие. Да и, в принципе, Разор уже был с какого там уровня получается. Он уже восьмого уровня. У него там плазмофилд весьма неплохой. А кентавр до сих пор без шестого. Вот он сейчас хочет получить под этой вышкой шестой левел. Главное, чтобы он под этой вышкой по лицу не получил. Ну, для него, естественно. Главное. Ну, это да. В миде инвокеры нормально потрепали. Вот по нему видно. До сих пор еще нет Мидаса. Но скоро у него уже этот Мидасянский появится. И Virtus.pro играет достаточно агрессивно. Это им на руку. Вообще, в затяжной игре тут даже непонятно, чей пик сильнее. Сэнстрайк, по-моему, в никуда уходит. Да, так и есть. Джоа там под колдснепами. Успевает там, по-моему, повесить что-то. Но все-таки погибает. Иллидан под думом. Это очень важные киллы для мономаньяка. Отваливается Иллидан. Байбекается тренд протектор. Да, причем непонятно, зачем он это сделал. Он возвращается в драку. У него через 2 секунды будет ультимативная способность. Но не тут-то было. И вот это уже первый косяк от команды Virtus.pro. То, что немного переоценили свои способности. Когда вышла команда противника из лесу. А они почти не отреагировали никак. Они думают, ну вышли и вышли. Мы их только что раскатали. И сейчас раскатаем. Но нет, тут-то было. Да, вот он Doom был потрачен. Первая реализация Doom и первая реализация этого ульта Кентавра. И получается, что вот вам 2 килла. Ну, такое пока. Так, вот у Года появляется Point Booster. Год сейчас нереально юзабельный. Нужно по максимуму таскать этого бремастера по всей карте. Сносить вышки, сносить героев вражеских. У Иллидана уже есть Мека. У Virtus.pro артефакты, ну, очень рано появились хорошие. Вот просто если посмотреть сейчас на команду TeamCost. Базила, Нулик, Топорик, Брасер, Владмир. Бюджетные айтемы. Да, да. Это такое эконом пропозитие. Из Макдональдс. Вот у ребят из TeamCost. В то время как ребята из Virtus.pro очень-очень сильно запакованы. И они с таким преимуществом по артефактам могут сейчас снести там все даже тир-2 товара практически без потерь. Кстати, довольно интересно. Решил все-таки Дубрингер взять Владмирса, а не Мекку. Там он Дубрингеру сейчас решат взять. Да, ему сейчас расскажут тут очень-очень интересную сказочку. Как плохо фармить чужой лес на 12-й минуте. Это вообще просто... Я не знаю, что он тут делал. Вот, слушай, какой же все-таки год жесткий, а? Какой же все-таки год жесткий. Ты посмотри, он этим штормовым элементалем нашел. И циклоны-то очень долгие, но, к сожалению, зацепить нечем. Нет, возвращают его все-таки обратно. Пытаются уйти с телепорта. Хватит ли демеджа? Есть тренд с ультой. И это минус. Вот это год. Да, инвокера все-таки нашли. То есть он своим воздушным убежал аж туда-туда-туда. И нашел человека. Джи. Такое кривое, но все-таки джи. Все-таки джи. Это же год. Реально год. Но он царь. Он уже не первый раз... Он в прошлый раз этим штормовым элементалем куда-то побежал. Я подумал, он гонится за кем-то. А он просто на разведку. Так как там дикий мувспит у него. Он просто наперед. А мало ли, а вдруг кто-то залетный есть. Ну вот залетный оказался в этот раз. У нас инвокер, которого благополучно снесли. И вот этот брюмастер, у которого аганим появится уже совсем скоро. Скоро станет просто неубиенен. 3.11. Команда Virtus.pro ведет по фрагам. Ведет по деньгам. По опыту. По всем вообще возможным параметрам. Я даже боюсь графики открывать. На графиках уже 7.5 тысяч. 17 на 24. Да. С копеечками. Брюмастер сейчас чувствует себя более чем великолепно. С появлением аганима. Вот эти два клэпа. Они же там такое будут творить. Ого-го. Да. Но вот у Кентавра появился дайгер. Правда, мне кажется, не слишком сильно он может помочь. Разве что, если будут нападать сами Тим Кост. Причем нападать им нужно на какого-то Фуриона или Дизраптора. А Фурионы с Дизрапторами, они, как мы понимаем, весьма осторожно держатся. Фурион сейчас в своем лесу фармит. С Мидосом и 1700 на руках. Дизраптор вообще там постоянно как плюс один за кем-то пристроен. Ну, собственно, как и сам Жотом. Приложение такое некое. Да, да, да. DLC. DLC командир Virtus.pro. Ну и забирает Рошанчика потихоньку. Да, надо использовать эту возможность. Медальку там кто-то купил. Купил ее Тренд. Ну и, в общем-то, с медалькой очень легко разбираются. При таком преимуществе ММС у них даже, наверное, в голове нет туда лезть. Хотя, ты посмотри. Они, походу, не понимают, что там убивается Рошан. Они, наверное, ждут. Понимаешь, у Шедоу Шамана нету шестого уровня. Пятнадцатая минута. У него нет змеек. И без... Нет шестого. Ну, она сейчас получит шестой, если подойдет крипам. Нет, кому это надо? Что я не знаю? Импетусы! Вау. Нет, получить экспуза одного крипа и получить импетусы? Нет. И вот он, Рошан. Ребята из TeamCost, видимо, должны понимать, где сейчас находится враг. Понимают, что на топе они могут сейчас попытаться забрать вышку, но плохо они понимают, если все сделают грамотно Virtus.pro. А они пытаются все сделать грамотно. Появляется здесь Иллидан. Просто проблема в том, что Тренд Протектор играет за команду Virtus.pro. И вот эти харассы вышек, они ничем хорошим не закончатся. Либо ломай сейчас, либо потом будешь ломать целую вышку. Да, у нас там Тренд Протектор еще и Разоров лового хилеет. Соберись, Жотом. Низклики небольшие. Да, вот все, пошел реген вышечки. Все хорошо делают. И внизу у нас тем временем пушит Год. Я думал, как сказать, пушит Смайл. Но Смайл пушит Эншентов пока что. Да, Год дофармливает свой аганим. Мидас и Shadow Blade будет у Смайла. То есть это будет такой боевой крысофурион. Вот так вот примерно звучит. Боевой крысофурион. Ну, в принципе, да. Такое дефолтное свое время. Можно было назвать это дефолтным таким закупом. Вот я вспоминаю, когда Трикси, да, начал стабильно собираться через Shadow Blade. Тогда Shadow Blade, правда, был немножко лучше. Был меньше кулдаун на времени использования его. Так что там можно было больше крысить. Тебя поймать там было вообще почти нереально. Между Shadow Blade'ами был очень маленький промежуток времени. Да, фуру раньше из-за этого, поэтому и не любили сейчас. Он уже такой. В любом случае, очень популярный персонаж. Но Shadow Blade стал не самым популярным айтемом для него. Аганим. Вот. Год с Аганимом. С инвизом. Отправляется на мидл. И готов убивать. И с 11 уровнем. Эти тайминги это просто нечто. 16-ая минута, 17-ая. 11-ый уровень Аганим. Даггер. Все складывается, по-моему, по такой схеме. Нереально крутой. Сами Virtus.pro, наверное, даже не планировали вот такие расклады. Год бегает, как в папочке под Т3 Тауэром ищет противника. Да, Год хочет найти Фригалета. И Фригалета он как раз сейчас найдет. Да, спускается. Он его с одного клэпа не убьет. Тут такое дело. А, Фуриона ультимат. Все понятно. Он даже не понял, что произошло. Ребята, а я где? Я только что Курьера контролил. Да, да, да. Ну и смотри, там залетает у нас еще Молния по Стэфстайлу. Сразу же Сентрик пошел. Но Сентрик тут уже никак не поможет. У нас Смайлуха подходит к Кражской Тир-2 вышке. Он сейчас должен ее забирать. По Миду также ребята из Virtus.pro готовятся забирать Тир-2 Тауэр. А Цистэ уже на 18-й минуте зажаты на базе. Вот правда, Дум понимает, что он вроде посильнее Фуриона пока что будет. И выходит на линию. Понимает, что долго до него бежать. Да, и если будут бежать, он сразу же это заметит. Ну вот, они начинают бежать. И Дум должен это заметить. Ну пока он не особо парится. Да, все, пошел. Купил себе Клоку. Ну, Думбрингер такой, плотненький. У него и дэмэджа приличные, и ХП. И вроде монокост хватает на то, чтобы полностью раскастоваться. Довольно-таки быстрый, по-моему, в спиду. Да, Дум хорошо в статы собрался. Но одних статов тут может быть недостаточно для того, чтобы выиграть драку. Нужен дамаг. Дамаг в лице чего? В лице какого-то метеора. Ну держать на месте нечем. Вот в чем тогда проблема. Ну тут Virtus.pro завладели преимуществом. Вот он, Кентавр. Прыгает на АНС. Сан-страйк. Дэмэдж не разделился. АНС разорвало на части. Ставятся змейки. Или дан. Или дан. Вот он, тот самый дэмэдж он вытягивал. Но толку ноль. Просто умирает. Выбили из него Аегис. И никого не теряет ЦСТ. Как это вообще произошло? Ну вот, помнишь, мы тогда с тобой сидели и подшучивали, что Кентавру, если есть смысл на кого-то нападать, то это на Дизраптора. И он так и сделал. Нашел его каким-то образом. Да, он увидел, что там Дизраптор вроде стоит, клювом щелкает, ничем не занимается интересным. И сразу же прыжочек, сан-страйк, пара плюшек от Форгитов и все. Это минус один моментально. А дальше Или дан пока еще не настолько жирный, чтобы впитывать в себя весь этот урон. У него на жирность, да, вроде есть артефакты, у него 1400 хп, но как таковых на жирность артефактов нет. Да, там никаких вангвардов, там блэдмейлов, не знаю, еще чего-нибудь в этом духе. Да. То есть эти 1400 урона, точнее хп, это просто хп. Не, у него не было тогда 1400, он сейчас вот аганим принес, вот теперь у него 1400. Он донес его. Смотри, смотри, инвокер. Ага. И нечем смотреть. А вообще, вижен есть? А, ребятки. Такое. А, и сразу Сэндрик появился в стэше. Упс. Хитрее ЦНС. Не доигрывает. Да, вот такой, блин, палево-палево, пацаны. Ну и у нас Doom убегает на топ. Да, и что вообще хочется выделить в этой игре, то что, как такового, хардкерри у нас нет ни в одной, ни в другой команде. Да, и вот непонятно, чей лед сильней. Да, вроде есть неплохие герои, которые могут драться и у тех, и у других, там, и Doom, и Инвокер, и Кентавр, и Шадоу Шаман, они там могут действительно что-то в драках делать. Так же, как и Разор и Брюмастер. Но вот если Брюмастер в данный момент имеет просто максимально возможный потенциал, дальше он будет потихоньку снижаться. Момент Аганим Даггер, если он был там на 17-й минуте, это вот просто пик формы. Если этот пик формы не реализовать должным образом, то можно потом остаться ни с чем, а точнее с Doom в лице можно остаться. Ну, Doom, как мы видим, у нас по-прежнему собирается в статы, но он не хочет инициировать вместе с Кентавром, хотя Даггер на года был бы неплох, как по мне. У нас вообще единственный шанс хоть как-то в замесах держаться в CST команде, это вешать Doom на Брюмастера. То, что они там до этого изобразили, сделали там два фрага, это все ерунда, это поймали, так скажем, на неожиданности. Сейчас уже Дистраптор будет гораздо более осторожным. Да, это действительно так, ну и год у нас дальше собирается в что? У него появляется Огрклаб. Вот, БКБ, судя по всему, хочет себя оформить и будет там с руки наваливать. Ну, я не знаю, Алибарта здесь брать смысла мало имеет, на кого вешать. Да, пока не на кого, пока нету сильных таких избивателей. БКБ вроде смотришь, тоже несу, ну хотя нет, БКБ там, допустим, в перспективе прыгнул, дал Клэп и ты под Хексом. А так, БКБ, хоть ты прыгаешь, даешь Клэп, там может быть еще чуть-чуть подерешься, а уж потом юзаешь Ультимейт, как-то так. Поэтому тут, наверное, все-таки БКБ будет. Ну, да. Сейвовый вариант, более... Ну, мне тоже, на самом деле, не очень как-то нравится этот выбор, но вот решил именно таким образом поступить год. Ему, думаю, виднее. 2400 у Фуриона, смайлуха, будет ли делать Хекс? Или это будет что-то другое? Ну, Хекс вообще штукенция полезная, я слышал. Да, поддерживаю. Хекс бы не помешал в любом случае. У него просто видишь в руках, как бы, Хекс, может, он там подумал, а нафиг мне еще один. Да, если была возможность в лейте выбрать артефакт, да, там, любой на выбор, я думаю, все бы говорили Хекс. Потому что Хекс реально помогает выигрывать в сражениях. Так, поймали Джо Атома, Раскаст, Джо Атом раздавили. Кремировали Джо Атома. Да, в отличие от некоторых, есть Вижен. Так вот. Такой прям, такой камушек, да, кинул в сторону команды Виртуз Прон. Так, Тауэр Дюно, это очень круто. НС ставит ультимейт на себя. Год запрыгивает, хорошо. Разорвали на части энчантрес. Но трентатов за месте нет. Интересно, за кем там бегает Иллидан? Иллидан бегает на задуман, вместо того, чтобы сейчас... А, ну, Шадо Шамана и так тут, скорее всего, заберут. Иллидан. Суален, тоже развалился. Ну и Фрегалета тут тоже забирают. Отлично. Минус 3, да, в размен на одного трент протектора. И улетает у нас на базу товарищ Эйп Мазер. Где-то на базе должен быть и Инвокер. И да-да-да, сейчас они тут задыхают. Бабусиков насобирают. Тут сейчас Virtus.pro, мало того, что заденайли Тауэр. Толком потерь там никаких не было. За исключением Трантактерова изначально убили. Казалось бы, да, вот сейчас ЦСТ владеет ситуацией. Минус 0 одного героя, могут забрать Тауэр и уйти. А ничего подобного. Тауэр заденайли, плюс потери довольно серьезные. Ну, Брюмастер, он действительно сейчас очень сильно надоедает. Со своим огромным количеством способностей. Циклоны, клэпы, пиво, все что угодно там он накидывает. И ты попробуй с этим как-то совладать. Вот этот герой в данный момент, он как три героя. Реально, по эффективности, три персонажа у ЦСТ приносят столько же пользы, сколько один Брюмастер. Да, и убить ты его пока не можешь, потому что урона сейчас не хватает. Это однозначно. Даже Огненную там замесить сейчас будет проблематично. К Огненной вообще лучше не подходить. Там просто лютый дэмэдж. В засаде сидит Дум, что-то там выжидает. Не знаю, правда, что. Фуриона, наверное, думает сейчас. Тенег-то тут много. Может быть. Может быть. Кстати, да, тут действительно уже два стака крипов. Смайл не торопится. По фарме лэншентов эти крипы никуда не денутся. А, нет, это решили Году оставить. У него 2000. Боже мой, что делает Году? Вот Году сейчас, на самом деле, было бы круче, наверное, даже Хекс купить. С его дикой инициацией прыгаешь, хексишь, клэпаешь, ультуешь и пошел-пошел рассказывать. Да, или там Орхид, не знаю, какой-нибудь. Ну, что-то в этом духе. Да, что-то такое более боевое, не сейвовое. Потому что ему, смысл ему сейв. У тебя 1800 хп, у тебя промакшенная пассивка. Кто тебе вообще что-то предъявить может? Да уж, согласен. Абсолютно согласен. Ну, и Трэнд продолжает на том же месте тусить, где только что его убивали. Yes, да-да-да. Жотом. Опа, цикл на двоих. Год пришел. С дабл демоджем Год, но не стал он делать тычку, сразу юзает ультимет. И отличный камень. Ну и где же эта огненная панда? А она как раз была только что встанет. Фригалет уходит в ТП? Нет, не уходит. Год, опять же, шикарный контроль. Поднимает циклоны. Это еще один минус. Год просто жесткий какой-то. Просто Тацар. Мы вот там сидели, обсуждали, да, кое-какие вещи. Теперь, я думаю, что все-таки вопросов никаких не остается насчет года. Однозначно, он собрался. Да, ну и у нас там ловят сейчас инвокера. Инвокер пытается уйти, и он уходит. 250 хп осталось. Такое, конечно. Ну, Год ему прощальную, конечно, оплюху дал. Полшки там оторвалось. Я думаю, если тебе такой елдой вмазать, то там не только щеки поотрываются. Да. Ну, что же у нас тут у Смайла. Смайл, вот он такой, скрытный убийца. Тигр крадется там, или как это называлось, я уже не помню. Алтимейтор появляется у Смайла, да, и Смайл у нас выходит в Хекс. БКБ, хелбриумастера. Такой. Хотя я тоже, по большому счету, не понимаю, нахрен вообще ему БКБ нужно. Ну, Doom и так повесят. Надо сказать, да. То есть, в перспективу, может быть, ну, не может быть, он точно нужен. Потому что все равно, рано или поздно, этот Хекс там... Ну, просто суть в том, что Virtus.pro сейчас очень жестко давит. И в перспективу он себе и БКБ купит, и Тараску, и все, что ему угодно. Нет, в перспективе он бы себе лучше сейчас какую-то там, не знаю, Кираску собрал и носился без них. Ну, это я так, образно говорю, то есть у него много денег. Он может купить себе сейчас что-то нормальное, то, что на файты, а потом на сейв, когда это уже реально потребуется. Ну вот, Иллидан у нас, например, сейчас хочет войти в историю как Разор с Аганимом Рефрешером очередной. Это будет круто. Да, он действительно выходит в Рефрешер, у него немного денег осталось до этого самого Рефрешера. И мана у него, естественно, хватать будет на два ульта. Да, а чтобы вы понимали, мы вот недавно сидели с ластом, считали, и там получается 0,35 секунды на атаку. То есть это примерно 3 атаки в секунду по 63, кажется, урона, да, то есть это 180 урона, минус 3 брони. Атака физическая, поэтому каждая следующая будет бить больнее. Да. То есть вражеский герой испепеляется секунд за 5, не более. Да, ты под этим громом вообще лучше не стой. Там развалят за секунду, это молния. Да, так и полбеды то, что это герой. Там он еще и по строениям бьет. То есть вышечки тут тоже будут плакать. Вот у нас ставят ледяную стенку инвокер, правда, ей тут недолго осталось существовать. Да, вот она сдувается, и Разор заходит. Разор рубает одну ульту, которая начинает избивать вышечку, потихоньку попутно избивая крипов. Санстрайк неточный. Ну и Иллидан. Иллидан пока так осторожненько-осторожненько подходит, но вышку надо бить. А вот на вышку очень сильно проседает. Ну и потихоньку, помаленьку колупает этот Тауэр. И дефить как бы боятся. Кентавр подрубает ульту. Прыгает Кентавр. Сразу захексили. Отличная реакция. Метеор прокатывается по НС, но он уже раскастовался. Не страшно. Дум вешает свой ультимейт на года к году вообще чихать. Он успел подрубить БКБ и бьет с руки. Все просто замечательно. Пока два в один размен. Переключились на Разора. У Разора через 20 секунд откатит ульта. Есть агент Аеги. У Разора 350 урона с руки. Я не понимаю, почему он там бегает, кайтит на себя людей. Подойди просто, дай инвокеру одного леща, и он умрет. Все. Агентера откатил, ну точнее закончился Дум. Все, надо идти теперь. Да, так смотри, еще сейчас варды подфармят. То есть год уже может нырять и бить лица. Неужели отойдут? Вышку разнесли. Да, вышку разнесли. Скорее всего сейчас отступят, потому что Иллидана нету. Иллидан... Синстрайк. Ах! Ты что, смотри-ка, почувствовал. Какой вообще Чуйкевич-то у этого Иллидана? Если бы еще на БКБ такой Чуйкевич был. Реакция. Не, ну зло, ну года, шикарная реакция. Потому что прыгает Дум. Ну, понятное дело, что он будет вешать ульту именно на Брюмастера. И тот сразу активирует БКБ. И может спокойно драться. Ну да, то есть никакие там ни хиксы, ничего на него уже не будет действовать. Он хотя бы там с руки наваливает. И то неплохо. С руки вроде там 130 урона. Но это хоть что-то лучше, чем ничего. Ну, на такой минуте там вон Шадоу Шаману. Таких вот по 130 урона еще пару критулик вылетает. Он отвалился. Ну, критулики в теории-то работать все равно не должны. А, пассивку же отключает. Но все равно, все равно будет больновато. Ну и вот вся эта гапша сейчас отправляется у нас на нижнюю линию. Будут бить, как вы думаете, что? Та-та-та-та! Сейчас посмотрим. Вообще у них, по-моему, хватит и на то, и на другое. По логике вещей. Сейчас и посмотрим. Да, они все-таки решили поломать мои стереотипы. И да, они ломают милишную. Ну, тут милишный барак падает за секунду. Так понимаешь, эти ребята, они даже дефить не пошли. Или пошли. Или да, нам напугали. Ну, вот он под леви-нармором живет. У Думбрингера ульта откатило. Но пока не вешает. Брюмастер успел раскастовать свой ультимейт. И вешать толком-то и не на кого. Энчантрос отвалилась. Изи килл тоже очень больно. Готт прыгает на него. Фригалета никто не бьет. А, нет, Смайлуха его тут фокусить. Но Смайлу надо самому носить ноги. Да, успевает он вроде убежать под Шадоу Блейдом. Виженов на него нет. Рейнжевой барак сейчас добьют. Им надо отсюда отступать. Под Думбом находится Гот. Все убегают отсюда. Все хорошо закончилось. Инвокер сделал байбэк, который в результате нафиг не был нужен. Потому что драка уже по сути закончилась. Или не закончилась. Иллидан тут хочет повоевать. А, у Иллидана же еще Аигис есть, точняк. Вот он Иллидан. Еще не умирает, между прочим. Продолжает сосировать урон. Насосировал. Бласт. Возвращает обратно. Плазма Филд. Гот подтянулся тоже на помощь. Импетус не попадает. Солен попадает под фокус. Это минус. Но слушай, тут сейчас Virtus.pro могут игру закончить. Да, это good game. Это good game well played. За 30 минут. Вот это да. Реально очень классно тут все делали Virtus.pro. Вот на изичах, как говорится. Раскатали. Сыпились в глотку и не отпустили. Тут профессиональная команда сразу стала видна. И приходит к нам сейчас Иван. И он скажет, кто тут профессиональная команда. Постаю. Это Virtus.pro сейчас были? Я не понял. Что это? Что это вообще? Описать это словами очень сложно. Такой игры от Virtus.pro мы не видели год. Они сами, наверное, вообще не понимают, что произошло. И тут такой год. Я и есть год. Я и есть год. Я и есть год. Все в порядке. Нет, на самом деле, то, что делает Сережа Брагин, это просто... Это прои. Это... Ну, я не знаю. Человек... Ты там успел пойти передернуть пока? Я не успел ничего, потому что игра так быстро закончилась, что я даже не успел... Штаны снять. Ну, ладно. Шестая минута даггер. Панда, просто шестая минута даггер. Я не верю своим глазам. Я представляю сейчас... Ну, и пятнадцатый аганим. Норм? Да, да. Я представляю сейчас такие сидят траксы и такие... Хмммм... Такие, а нам завтра с ними играть? Хммм... Я такой, Артур, а может мы не будем пикать ликантроп? Ну, не знаю. Нет, ну, кстати, в такой ситуации пёс бы летал там всю драку. Учитывая то, как контролил год, как он микрил, он вообще какой-то бешеный. Да. Он реально был бы псом, шавкой бесполезной. Вот, да, да, да. Ну, можно сказать, что я сейчас Глорию лидет, но да, это так. Это на самом деле... Ну, учитывая, как я болел за Virtus.pro весь год, за их составы и как у них ничего не получалось. И вот сейчас на такое смотреть, ну, просто глаз радуется на самом деле. Ну, вот вам статистика по киллам, например, да? А, или по ассистам. По ассистам, да. 16 ассистов, 12, 10, 9, 5. Ну, год он не ассистировал, он убивал всех собственноручно. Вот, да, по киллам 11 фрагов. Тут даже нельзя сказать, типа, ну, сыграли хорошо все, кроме... Но сыграли хорошо действительно все. То, что делал НС, можно... Со стороны может показаться вот эта ульта, из которой все выходили через секунду. Да, да, да. Она очень мешала драться. Она мешала закастовать с пылы в нужный момент. Да, 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 да. А полсекунды... Потому что инициация полностью гасилась. Он ее ставит просто посреди драки, а вы оббегаете ее, пробегаете через нее, делаете, что хотите. Вы тратите пару секунд, за которые у вас полстолба слетает. Да, тут уже ситуация. И что делал Смайл последние три замеса, когда влетает со Стампида Кентавер, ему сразу хекс в дна, в лицо. Просто такой игры, ну, очень давно не было видно. И, ну, посмотрим, что будет в следующей карте. Это, я надеюсь... Я думаю, Virtus.pro сейчас 2-0. Вообще 2-0. Ну, после такого-то я уже, наверное, скажу, что 2-0. Там сейчас Снайпер и Соло Мид, и поехали. Да, и Сережка такой там, нет. Типа вообще... Как-то не почувствовал. Да, да, да. Ну что ж, у нас маленькая, короткая, еще меньше будет рекламная пауза, чем была между двумя матчами. И мы вернемся к вам со второй карты матча Virtus.pro против ребят из Ghost. Не уходите. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV.